Республиканская Спартакеада детская и юношеская спортивная школа по гребельным байдаркам Каноэ – главный старт года для Центра развития гребля. Своего рода экзамен на профессиональную пригодность. К тому же первые семь команд на следующий год получают полное финансирование на проживание, питание, проезд, что, сами понимаете, никогда не бывает лишним. Что до уровня мастерства участников, то он был довольно высок для гребцов в возрастной категории, не старше 2002 года рождения. Что не мудрено, лучшие белорусские байдарошники и каноисты уже имеют опыт международных регат. Безусловно, эта Спартакеада по своему составу оказалась рекордной, больше 400 участников. Такого количества на соревнованиях подобного ранга у нас еще не было. Это вселяет надежду и уверенность в завтрашнем дне нашего вида спорта. Организация была на должном уровне. Уровень спортсменов тоже достаточно высокий. Достаточно сказать, что принимали участие уже ребята, которые выступали в этом сезоне на нескольких международных стартах. Это Балтийские игры и Европейский фестиваль. И причем выглядели там не новичками, а именно вели борьбу. И здесь они показали свой уровень. Хотя было немало новых фамилий, которые уже пытались им создать конкуренцию. И в некоторых моментах даже наступали на пятки. Борис Михайлович на Спартакеаде был арбитром. Но он был, есть и будет тренером, причем лучшей команды республики. С дюшор Федерации профсоюза в Беларуси по гребле. Директор Виталий Викторович Скраганов. Эта спортивная школа одержала общекомандную победу, завоевав большой кубок чемпионов. Наша школа действительно заняла первое место. Хотя после первого дня мы были только на третьем. Лидировала Пинская школа, которая последние годы все чаще и чаще заявляет о себе, выходя в лидеры. Первый день была тысячная программа. И Пинск выглядел как бы лучше нас. На второй позиции была команда Гомеля. Шестая спортивная школа. Они давно уже не попадали в число лидирующих школ. На этот раз им это получилось в первый день. На второй день мы сумели отыграться. У нас были более высокие результаты. Хотя и в первый день отличились байдарки-двойки, когда заняли весь пьедестал. Три наших лодки были на пьедестале. Множество медалей завоевали спортсмены. Это из дюшор и персонально отметим победители. Виталий Мельник, Данил Харлан, Евгений Шапляков, Владислав Степанцов, Егор Сельченков, Михаил Варапаев, Елена Фисенко, Юлия Плесанова, Анастасия Крот и Анна Голыш. Любопытно, сколько ребят из сегодняшних чемпионов пробьются на профессиональную арену? Кто будет выступать на самых престижных регатах уровня чемпионата мира олимпийских игр? Ну, если честно, я абсолютно не уверен в том, что те, кто сегодня завоевывали медали, достигнут каких-то олимпийских высот. То есть гарантии тут нет. Вполне может быть и будут. Но однозначно в детском возрасте предугадать невозможно. Сегодня выступает один успешно. Завтра другой. Послезавтра третий. И возможно, что чемпионом станет тот, который, выступая на этих соревнованиях, даже в финал не пробился. Пожелав удачи спортсменам, отметим и тренеров, без которых невозможен ни будущий успех наших героев, ни их сегодняшнее достижение. Это... Ирина Геннадьевна Сельвонец.